Дмитрий Павленко Дмитрий Павленко Дмитрий Павленко Дмитрий Павленко Дмитрий Павленко Дмитрий Павленко Решать, как можно с колес быстрее, заходить в экспертизу, делать параллельно все, чтобы все-таки побыстрее получили ключи наши дольщики. Ну вот смотрите, действительно, два года, и за два года, когда за проект взялся Краевой фонд, за два года удалось решить эту проблему. Но изначально, с 2014 года это все началось. В 2014 начало стройки, в 2016 должны были сдать, но диалог банкротится, и с тех пор начинается вот это вот катавасия. Причем, я ничего не путаю, там еще какие-то застройщики пробовали, заходили, начинали. Мне это неизвестно, я знаю, что нам передали данный объект по суду, поэтому мы стали правообладателями именно трех домов диалога. Это два дома на Салтыково-Щедрино и один дом на Кавказске. Ну, непосредственно, собственно, сейчас на наших экранах зрители могут видеть, все могут этот дом видеть, когда на речной вокзал приезжают, собственно, на набережную, это долгострой стоял, простите за выражение, мозолил глаз, ну, потому что впереди такое благоустройство набережной и большие планы в рамках мастер-плана. И, собственно, надо было бы скорее, конечно, этот дом вводить в эксплуатацию. Да, Дмитрий Демешин первые ключи дольщикам вручил, но, как вы уже сказали, 202 дольщика. Все уже получили ключи? Что сейчас происходит? Нет, конечно, нет. Сейчас у нас активно идет передача, да, мы планируем, что до 10 августа мы всем передадим ключи. Это чисто технический вариант? Не то, что что-то не готово, а просто люди приходят? Нет, они приходят, да, получают уведомления, приходят, есть разница, кому мы должны доплатить, да, есть, кто нам доплачивает, да. Здесь именно юридические моменты, да, еще связаны с этим. А так дом, конечно, полностью зарегистрирован, все готов в передаче, все, люди приходят, получают ключи. Диалог. Компания, которая, как вы уже сказали, у которой еще в городе есть долгострой и, ну, здесь вот с юридической, как бы с физической точки зрения, это два дома, с юридической, как будто по один, но двухсекционный, правильно я понимаю, это Солодкова-Щедрина? Нет, у нас там два дома. Два дома. Это двухсекционный дом и трехсекционный дом. А, все, так. Они должны быть сданы когда? Да, у нас, смотрите, вообще у нас по контракту, да, по договору, мы должны были сдать два дома в декабре 24-го. Но в связи с тем, что Дмитрий Демешин, да, взял на особый контроль всех наших обманутых дольщиков, мы лично с Кирилем Курбановичем, да, с Дмитрием Викторовичем сели, обсудили стратегию, как можно быстрее сделать людей счастливее. Счастливее, давайте, да по-честному. Да, вот, у нас была отработана дорожная карта, мы сели, все проговорили, сдвинули, как любит говорить Кирилл Курбанович, влево. Поэтому двухсекционный дом у нас готовность 90%, сдача дома у нас в сентябре, трехсекционный дом у нас получается сейчас 80% готовности, мы его будем сдавать в ноябре, вот, потому что там очень большие сети, да, поэтому чуть попозже у нас будет сдаваться уже трехсекционный дом. Но площадка, автостоянка, все отходит в первую очередь двухсекционному дому. То есть в сентябре уже первые ключи люди будут... Конечно, Дмитрий Викторович будет встречать также и вручать. Встречать и вручать, это прекрасно. А при этом, сколько вот человек там сейчас ждут этих ключей? Ну, смотрите, получается у нас в двухсекционном доме 393 дольщика, а в трехсекционном 303. Всего у нас там получается 846 квартир и 696 дольщиков на два дома. Так, 846 квартир, 696 дольщиков. Не буду точно говорить, но цифры не бьются. То есть есть какие-то свободные еще квартиры? Да, у нас, получается, были и в двухсекционном, и в трехсекционном есть свободные квартиры, да. В двухсекционном у нас все продано. В трехсекционном доме у нас еще есть квартиры. У нас очень хорошая цена, 89 тысяч квадратный метр. 89 тысяч за квадрат? Да. У нас мы аккредитованы также в банках, где непосредственно граждане могут обратиться к нам и с хорошей стоимостью взять квартиры. Давайте уже, если говорим, уже немножко отойдем от стройки, перейдем в категорию купли-продажи. Все программы, льготные, ипотеки, все действует. Конечно, дом клик, все, дом клик, можете зайти и все посмотреть. Все, прекрасно. Так, я думаю, много сейчас людей прямо сейчас взяли в руки телефон или пошли к ноутбукам и изучают этот момент. Так, диалог. Так, подожди, у нас, получается, в этом году мы с диалогом, ну, расквитаемся? Расквитаемся. Прекрасные новости. А еще, еще такой, в рамках, наверное, города, долгострой, ну, у нас их, давайте подчеркнуть, у нас их не так много вообще. У нас, если сейчас зайти на сайт, не Дом.РФ или Дом.РФ, я вот периодически путаю, ну, то есть на сайт, где есть реестр вот этих долгостроев, там вообще 5 домов. При этом, я прям чувствую, зрители говорят, ну, подождите, как 5 у нас гораздо больше, но тут юридические моменты. Есть часть домов, которые вчислятся в реестре, есть дома, которые строились в рамках жилищно-строительных кооперативов. Это вообще другая история юридически, поэтому в этом реестре их нет. Конкретно Краевой фонд ведет прямо сейчас сколько проектов от долгостроев? У нас, получается, долгострой, это Салтыково-Щедрина, два дома, которые находятся в ЕРПО, да. И сейчас у нас еще, получается, по соглашению передан ЖК Ленинградский, но только у нас права произвести проектно-изыскательские работы. У нас подписано соглашение с конкурсным управляющим 28 декабря, где нам переданы права только в рамках проведения проектно-изыскательских работ и прохождения сметы и получения экспертизы, да. Для чего это сделано? Потому что в 2023 году ЖК Ленинградский весь год ждали, когда ЕРПО примет решение о том, что будет с этим домом, выплаты либо достройка, да. Дмитрий Викторович, когда пришел, сказал, что это однозначно будет достройка. Сейчас также мы оперативно сдвигаем сроки влево, пытаемся побыстрее выйти из экспертизы. Сейчас мы зашли в экспертизу, но, конечно, там есть некоторые нюансы по поводу ареста земельных участков, да. Как вы знаете, только 3 июля был снят арест в рамках уголовного дела. Большое спасибо прокуратуре Хабаровского края, Центрального района, которые с нами совместно помогают нам с этим совсем бороться, да. Вот вчера конкурсный управляющий сдала документы о том, чтобы зарегистрировать в пользу себя земельный участок. Вчера прошли слушания, где положительно мы, там же было разделено на 3 либо 4 земельных участка. Но запроектировать такой дом нам пришлось о том, что нужно соединить все 4 земельных участка, соединить их в один, чтобы получился один кадастровый номер, чтобы все автостоянки учесть, все нормы проектирования. Поэтому, получается, сейчас мы занимаемся еще параллельно, объединяем земельный участок. Вот слушания прошли, но я думаю, что числа 16 августа мы получим постановление, которое мэр обещает побыстрее оперативно сделать. Подадим кадастровому инженеру, нам объединят в один единственный кадастровый номер. Ну, я так думаю, что в сентябре мы уже выйдем с положительным заключением экспертизы. И это будет однозначная достройка. Дмитрий Демешин держит это на особом контроле. И я думаю, что Дума наша рассмотрит этот вариант предложения Дмитрия Викторовича о том, что деньги в бюджет заложить. Достройка будет за краевой счет? Только за краевой счет, да. В сентябре все, ну, можно сказать, я уверен, что оперативно это все, ну, потому что все заинтересованы в том, чтобы этот вопрос закрыть. Оперативно документы будут все подготовлены, а физически? Вот когда начнутся там какие-то новые, итерация, какие-то новые работы? Ну, смотрите, дело в том, что, получается, у нас будет положительное заключение экспертизы, где будет прописано срок достройки, да, сколько это по посту будет, там, 19-20 месяцев, да, там, мы будем вот этого понимать. Будет сумма достройки, естественно, нам нужно будет провести конкурсные процедуры. Мы, естественно же, начнем этим всем заниматься, да, чтобы до доведения денежных средств у нас уже все было. Ну, срок изначально был 25-26 год, и вот как раз во время прямой линии для губернатора говорил, что да, срок вот такой 25-26 год, но, пользуясь терминологией, попробуем сдвинуть влево. Конечно. То есть тоже это, как бы, такая установка есть от... Однозначно, это на особом контроле у губернатора, у нас еженедельные отчеты мы докладываем лично, Сунгуру Бакирин Курбанчо, он докладывает это непосредственно губернатору, это на особом контроле, и мы сдвигаем влево. И действительно здесь еще из риторики Дмитрия Демешина было, что вот проще раздать дочкам компенсации, но это не закроет проблем, поэтому мы приняли волевое решение достраивать эти дома. Схема, вы ее, в принципе, сейчас описали, да, как происходит процесс достройки, и почему дешевле было бы действительно компенсации выплатить или проще? Проще было бы выплатить компенсацию, конечно, это было бы проще, потому что программа президента, да, мы должны закончить все дома обман-тудольщиков в 2024 году, но Дмитрий Викторович своим волевым решением сказал, что нет, мы людям выдадим ключи, и пойдем все-таки на то, что мы перевалимся в 2025 год, но зато наши граждане и наши хабаровчане будут жить в своем жиле. А почему это, почему проще? Ну, то есть, с одной стороны, вот есть дом. Со стороны мне, как человеку, не очень там посвященному, разбирающемуся вообще в вопросах строительства, кажется, ну там же как будто бы осталось всего ничего. Ну вот, есть еще юридические вот эти все моменты, но вот сейчас вроде сделал. Прийти и достроить. Вообще, легко ли застройщика найти на этот объект? Потому что он уже как будто бы, ну, вот какое-то время стоит, а, насколько я понимаю, очереди из желающих его прийти и достроить, ее, ну, нет. Ну, вы же понимаете, это репутационные риски наших компаний. Всегда проще прийти, взять чистый земельный участок, да, запроектировать самостоятельно компании свои проект дома, да, начать его продавать, чем прийти и достраивать за кем-то. Поэтому, естественно, репутационные риски, это здесь прежде всего, и поэтому нет желающих, которые стоят в очереди прийти и достроить. Но мы параллельно этим вопросом занимаемся, мы ищем инвестора, кто уже, чтобы не дожидаться, да, и чтобы сразу же в первые торги были желающие зайти. Репутационные, вы имеете в виду, что если ты приходишь за кем-то достраивать, то, соответственно, ты потом в процессе достройки можешь найти те ошибки при проектировании, которые были, а в итоге потом все равно наименование твоей компании будет под итоговыми документами стоять. Естественно, они берут все гарантии на обязательства. Все, понятно. Хабаровский край единственный на Дальнем Востоке, где проблемы обманутых дольщиков не решены до конца. В чем причины? И вот одна из них, я так понимаю, не столько причина, сколько позиция главы региона, что да, мы не решили вот прямо сейчас, хотя могли бы взять, просто раздать всем деньги и закончить. И проблемы обманутых дольщиков нет. Потому что как будто бы решается проблема обманутых дольщиков через решение проблемы долгостроев. А это, ну, как бы другая уже категория. Потому что можно раздать деньги, но коробки будут стоять. И как бы на общий ландшафт города это, конечно, не очень позитивно выглядит. Проблема вот, причина, почему не решили? Потому что решили пойти вот таким путем первоочередное? Ну, конечно, да. Потому что, ну, а как по-другому? Это наши жители, да, и мы должны прежде всего о них тоже думать и заботиться. В ЖК Ленинградском очень много молодых семей, которые воспользовались своей программой, да, дальневосточной 0,2%. И если, допустим, и сейчас выдать компенсацию, они потеряют своего права. И уже получается, что на фоне пойти и купить где-то в городе Хабаровске в такой же локации себе квартиру, ну, естественно, мы понимаем, что это будет невозможно. Просто по-человечески? Просто по-человечески. Просто по-человечески? Губернатор на себя взял. Вообще в целом проблема обманутых дочеков, проблема долгостроев у меня в голове как будто бы складывается в... Вообще как-то появляется. И вот диалог, который сдали, да, сдали и те дома, которые есть, и которые до конца года будут сданы, но вот компания «Диалог» начали, плохо посчитали финмодель, чего-то не учли, не смогли справиться с этим, обанкротились, и все. И дальше это вот все повисло. То есть стандартная схема появления долгостроя обманутых дочеков, она вот так выглядит. Или выглядела, правильнее говорить? Ну, видите, она выглядела, потому что раньше же не было экскроу-счетов. Получается, не было всех вот этих страховых компаний, да, которые страхуют всех застройщиков. Поэтому на сегодняшний день наше правительство, да, они же решили эту проблему в корне, ввели экскроу-счета, страхование непосредственно застройщиков. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день таких рисков, как мы столкнулись вот с теми-то долгостроями, я думаю, что сейчас у нас в России не будет. Риски, проблема обманутых дочеков через эскроу-счета в ситуации, когда, там, я покупаю квартиру в достроящемся доме, я перечисляю деньги, но деньги хранятся в банке до момента... До получения ЗОСа и актов ввода в эксплуатацию. Актов ввода в эксплуатацию, и только после этого застройщик получает эти деньги. Если он не справляется с своей работой, деньги возвращаются мне просто от банка и там дальше. Но проблема обманутых дочеков решена, а вот проблема долгостроев, она может возникнуть? Ну, что где-то кто-то возьмется и будет строить, не справится, и вот земельный участок будет там с недостроем каким-то стоять. Ну, я думаю, что такое гипотетически может случиться, да, мы же с вами не знаем, насколько это может быть, но банки настолько сейчас все просчитывают, прежде чем открыть их фроу-счета, да, дать застройщику какие-то кредиты, да, на строительство. Они просчитывают полностью все, на весь период, и я думаю, что сейчас бояться нечего. То есть те дома, которые прямо сейчас строятся в Хабаровске, относительно тех домов, которые строились, ну, даже когда искручатся в 2020 году, ну, там, 5 лет назад, например, это вообще по уровню безопасности, это абсолютно разные сделки для обычных детей. Ну, что ж, Наталья Владимировна, спасибо большое на этой успокаивающей всех ноте. Заканчиваем наш разговор, да, и напоминаю, в диалоге остались квартиры. Да, наш телефон, можно записать наш телефон 451965. По всем вопросам, которые дольщиков интересуют, можно позвонить, у нас постоянный телефон работает, можно зайти к нам на сайт. Вся информация выкладывается еженедельно по пятницам, мы обновляем каждую неделю. Поэтому готовы всем помочь. Спасибо большое. Генеральный директор Коевого фонда по защите прав участников долевого строительства, Наталья Фрейман, была в нашей студии. Еще раз благодарю за эту беседу. Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok